новых скважек, промывка и капитальный ремонт действующих, тампонирование бездействующих скважин. В качестве источника водоснабжения рассматриваются имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям. В целях восстановления первоначальной производительности действующих скважин необходимо произвести по ним комплекс ремонтно-восстановительных работ по существующим технологиям. Имеется техника экономической обоснования реконструкции водопроводных седей и сооружений города Белоховница, разработанного институтом граждан-проекта в 2003 году. Сметов ценок 2005 года – 120 миллионов рублей. Администрация дважды подавала заявки на участие в федеральной программе «Чистая вода» в 2009 году и конкурс регионно-устойчивого развития территории 2011 года, но ответа не получили. Еще одна проблема – это ремонт спортивных залов. В сельских образовательных школах села Троица и деревни Быданово. В этих образовательных учреждениях проводится большая физкультурно-оздоровительная работа. Школа деревни Быданово является базовым учреждением по туристической и краеведческой работе. Школа села Троица является базой по военно-патриотическому воспитанию. Кроме этого, спортивные залы школ являются единственными спортивными сооружениями в поселениях. В ней занимается физическая культура не только школьники, но и жители сельских поселений. Еще одна проблема – это проблема ЖКХ. Котельная ООО у ЖКХ, отапливающая большую часть населения и объект социальной сферы города Белого Хауница, находится в кризисном состоянии. Оборудование изношено и работает нестабильно. В связи с чем предприятие несет значительные убытки, проводимые мероприятия по ремонту котельного оборудования позволяют лишь частично решить данную проблему. Администрация района в настоящее время прорабатывает вопрос о строительстве новой котельной, работающей на местных видах топлива – это торф и опил. Имеется потенциальный инвестор, которым начата разработка проектно-сметной документации по строительству новой котельной. Ориентировочная стоимость данного проекта – 96,7 млн. рублей. Идет процесс выделения необходимых земельных участков. Срок окупаемости строительства котельной составит 6 лет. Для реализации данного проекта просим правительство области оказать следующую помощь – получение инвестору бюджетных гарантий в размере 50 млн. рублей для получения кредита. И рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по кредиту. Следующая проблема – это проблема разрушения береговой линии, которая активно начала проявляться во время обильного на осадке летне-осеннего сезона 2012 года. В результате чего происходит подмывание берегов и возникает угроза разрушения земляной плотины. В целях недопущения дальнейшего разрушения береговой линии в границах города Белого Холуница, а также для дальнейшей реализации инвестиционного проекта по вводу дополнительных мощностей Белого Холуницкого ГЭС, необходимо включение мероприятий по укреплению береговой линии в границах города в соответствующие федеральные программы наряду с мероприятиями по расчистке мелководья Белого Холуницкого водохранилища. Уважаемые присутствующие, в заключении хотелось бы мне рассказать о некоторых планах и подтвердить те пожелания Никиты Юрьевича, которые сказаны были им сегодня в начале совещания, по поводу всех проектов, которые были совместно с Кулаком Олегом Валентиновичем разработаны и были включены в действие. Согласно этого, на сегодняшний день у нас идет активная подготовка к юбилею 2250 лет городу и 85 лет нашему району в 2014 году. В этой работе включены и выполняются уже капитальный ремонт спортивной школы, городского дома культуры, школы имени Валерия Ивановича Десяткого, создание пешеходной улицы Холуницкий Арбат, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, завершение строительства пожарной части, ремонт автостанции, строительство храма, ремонт спортивного комплекса здоровья и его дальнейшее развитие. Это строительство искусственного поля, лыжероллера на трассе и другое. Следующее в наших планах – это участие в областном конкурсе на право получения гранта по внутреннему трудительству. Это строительство конного манежа. Третье – это разработка концепций развития района до 2020 года, разработка и реализация новых институционных проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, фермерского хозяйства, торговли и другое. Строительство культурного молодежного центра «Бизнес-инкубатор» и другое. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.